Здарова, ребятушки, с вами Оладушки, мы с вами в Dishonored, продолжаем эликсиры Соколов. Кстати, кто такой Соколов или Соколов? Уж не знаю, эликсир Соколова. Вообще он тут такой главный ученый, потому что типа вот эти китобойные суда, насколько я понял по описаниям прошлым, они позволяют мало того, что поймать кита, но еще и частично разделать его на пути обратно в порт. И мы когда плыли на шлюпке, мы тоже видели вот это китобойное судно вместе с китом, вот прям вот так вот оно выглядело. Тут у нас всякие эликсиры, тут куча всего. Блин, я топчусь по своей же кровати, нормально. Так, 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 так. Хорошо. Там, кстати, дождь идет, дождь идет, дождь-то хорошо. Мы поспали. Чего ожидать? Ну, без понятия, что ожидать. Я не знаю, нас так резко отправили в спальню. Я думал, что мы сами пойдем заглянуть в скважину. Посланник чужого, что-то не так. Блин, а там реально что-то выглядит так себе все. Странное притяжение, 14 метров наверх. Посланник чужого в смысле элион чужой или кто или где? Я что-то не пойму. Ладно. Явно на ужин были какие-то грибочки, судя по тому, как его кроет. Давайте посмотрим. Привет. Да, немножечко. Хорошо. Хорошо. Мы в бездне? А твой интерес в этом какой? Чувак, ничего просто так не делается. То есть, прикинь, прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете. Так, перенос. Чтобы, наверное, и незаметно переместиться вперед. Также вы можете под ним подниматься на... Подниматься, но на более короткие расстояния. Целиться на уступ. А, прям да, что ли? Серьезно? Привет. Ты не спасешь, не спасешь, не спасешь, не спасешь. Ну, не спасу. Ну, и пофиг. Так. Так мы целимся, типа, да, что? А, это использует нашу магию. А, у нас шкала манны появилась, я понял. Блин. Все, короче, этот чувак, которого ты выбрал, он облажался, он не умеет этим пользоваться. А как мне дальше-то? Не хочешь мне подсказать ничего? Туда я не могу. А, то есть, да, магия тратится, но до определенного момента, потом она дальше возвращается. В прыжке, я понял. Хорошо. Записочку отдай, я почитаю. Корма мне-то грустная. Говорят, что тоже умер, как мамна. Я не верю, я решила отправить письмо в бутылки по реке. Здесь так странно, мне не нравится. Забери меня, когда сможешь, если сможешь. Я вам уже говорил, что именно из-за этой рисовки, из-за этих лиц, мне не нравится здесь атмосфера. Хорошо, ладно. Кстати, там кит. А, сундучок можно открыть. Лутац, а бальзам пьеро. Понятно. Да ешь ты, мои трёх. Ну, ой, чё ты как какой-то... Нужно сначала намечать цель. Если ты прыгнул, намечать цель уже поздно. Я тебя понял. Хорошо, хорошо. Это нельзя тут ничего сделать. Опа-на! А вы кто такие? Они чем-то стреляют. Это какая-то роботизированная пехота. Ха! Интересное кино. Вот эти четыре щиточки, они из луков стреляют? Оу! Так. Я до сих пор не пойму, сфигали мне дали магию и такие права из её использования. И, ну, явно у этого чувака есть какой-то интерес в том, чтобы вернуть императрицу. Ну, по крайней мере, её дочку. А какой в этом его интерес? И мне бы... То есть, по крайней мере, сейчас мы видим, что корва используют все, кому не лень. Вот. Его используют в одну сторону, в другую сторону вертят, как сами снять и кем. Да, давай попробуем. Субтитры создавал. Субтитры создавал. Так. Мне его нужно физически использовать, или это пассивное имение? Взяв левую руку... А, физически. Взяв левую руку сердце, вы можете находить амулеты и руны, даже если те скрытся стены. Если вы смотрите в сторону амулета или руны, сердце начинает биться и мерцать. Чем ближе подходит, тем чаще она бьется. Сердце неинтересно... Если вы направите сердце на интересующий вас объект, нажмёте... А! Вы узнаете все секреты человека или места. Это место будет конец всего всего и начало. Ага, это у нас использование магии будет... Нажал, поднять, он взял, закрыл. Ага, 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 я тебя понял. Так-то мы прыгаем, конечно, кстати, как, не знаю кто, очень слабенько. 80 метров. Мне сюда, вы уверены? Ладно, тут, видимо, больше ничего нет, мне придётся вниз идти. Да лети уже вниз. Книжки, столы. Ещё вниз, давай ещё вниз. Сундучки с эликсирами, это тоже хорошо всё. Так. Ну вот, да. Тут нас, значит, нам сюда. Нам сюда. Руна. Какая-то руна, какой-то амулетик. Какой-то непонятно пока что делать, сейчас посмотрим. Она к тому же треснутая, блин, чувак. Ты мог целую подобрать. Хорошо. В обмен на руны можно приобретать новую мини. Для этого откройте дневник, зайдите в соответствующий раздел. В обмен на собранные руны вы можете приобретать сверхъестественного мини. А зачем вы тоже самое написали два раза? Ладно. Итак. Улучшить перенос. Нужно рун-3, имеется одна. Нужно рун-3, имеется одна. Ааа, вы хотите, чтобы я тёмное зрение приобрел? То есть, типа, носить солнечные очки не надо будет теперь, тёмное зрение. Позволяет увидеть в темноте и различать силуэты живых существ и стены. Вы также увидите их поле зрения и визуальное отображение издаваемых. Ага. А, это первый уровень, кстати, второй уровень. Да. Второй уровень позволяет видеть в темноте. Та-та-та-та-та-та. Охранустройство даже через стены, статистический совет. Понятно. То есть, кроме того, что у нас есть умения, их можно будет ещё и улучшать. Давай мы приобретём. Да. Всё равно ничего за единичку больше не купишь. Тёмное зрение, чтобы видеть на те различия силуэты. Всё, я понял. Хорошо. Ну, спасибо. Многим другим до тебя. То есть, чувак, ты... с большим интересом. Пабы, пёсья, яма. Хорошо. Явился какой-то чувак и наградил нас сверхъестественными способностями. С какого-то фига. Считать заметки. Я это всё вроде читал. А, это у меня теперь... Ага. Амулеты. Усиливают ваши умения. Разыскать амулет нужно по пищевому звуку, который он издаёт. Певучему. Какой пищевой звук? Певучий звук. Я понял. По умолчанию вы можете носить до трёх амулетов на время, чтобы надеть амулет. Открыть костяные амулеты. Я вас понял. Ого. Оторвок из мемуаров Хайрама Берроуза. Наступил четвертый день месяца холода. Пусть не так быстро, как хотелось бы, но мы продолжаем расправляться с бандами в винном квартале. Нас кайтить мерзавцы весьма изобретательны. Рано или поздно мы с ними покончим. Их главари будут публично высечены и отправлены под мечу королевского палача. Будь моя воля, немой ублюдок, работал бы день и ночь, отрубая головы негодяям. Палач в смысле немой. О внутренних делах, кажется, императрицу не радует результаты моего расследования. Она и помыслить не могла, что предатели могут быть среди нас. Она привыкла доверять людям, но я знаю, что прав. Джессами... Я же говорил, что она наивная дурочка, ёппарасетая. Ну, собственно, к чему это её и привело. Джессамина предпочитает общество королевского защитника. Что ж, по крайней мере, он сумеет защитить её в случае нападения. Ага, два раза уже получилось у меня её защитить. Ага. Но крепкая рука не поможет, когда речь идёт о тайном заговоре. Разве клинок корову убережёт от яда в бокале с вином или взрывчатки, доставленной курьером? Разумеется, нет. Так он и против обычного клинка не уберёг. Ладно. Опасность вокруг нас, опасность бороться с которой следует методично и беспощадно. Юной леди Эмили достаёт дисциплины. В башне Таунвеллы с ней занимаются лучшие наставники, которые только есть на островах, но мать её балует. Наивная дурочка. Второй раз говорю. Третий, пятый, десятый. Неважно. Девочка нередко витает в облаках, тратит время на рисование. Порой она пристаёт к корову с просьбой научить её фехтовать на деревянных шпагах. Этой девочке суждено править империей. Для неё тратить время на глупые забавы – преступное расточительство. И мамаша могла бы и объяснить это, между прочим. Ну, хотя мамаша тоже так себе правительница. Последние дни меня заботит безопасность главных ворот, ведущих в башню Таунвелла. В своё время император Колд Уин не позаботился о том, чтобы закрыть их. Ему, видите ли, хотелось, чтобы горожане могли приходить в башню, когда им вздумается. Я бы с радостью перекрыл улицы на императрице. Слышать об этом не хочет. Ага. Шлюз защищает... Защищать город... А, гораздо проще. Бутин – единственный способ попасть в башню. Поток людей удалось бы значительно сократить. Помяните... Помяните моё слово. Однажды злоумышленник проберётся в башню. И тогда случится беда. Осторожность не бывает излишней, когда речь идёт о жизни правителя. Между прочим, они проникли по крышам. И у них была магия. И все эти ваши ворота и всякая эта фигня всё равно бы вам не помогло. Как ни прискорбно, мой план использовать устройство Соколова или Соколова. Блин, я так и не пойму. Ладно. Также не нашёл одобрения у императрицы. Соколов равнодушен к просьбам безопасности. Для него главное, чтобы его изобретения использовались как ему безразлично. Это его световая стена производит впечатление. Хорошо хотя бы, что я убедил императрицу улучшить пистолет и офицеров стражи. Почему только меня заботят столь важные вещи? Если я засну, всё государство погрузится в океан. Дикари взберутся на стены и вспорят на животы. Я не раз видел подобное во сне. Будь у меня больше авторитета. Больше власти. Я бы сумел защитить всех нас. Должно быть, я бы перетрудился. Изысканный ужин и вечер за разговором с утончённой дамой мне не повредит. Пожалуй, пролив с квизитного квартала особняков. Хайрем Берроуз, глава королевской тайной службы. Кстати, у чувака... Чувак довольно умный, я бы сказал. Судя по тому, что он говорит и пишет. Но он говорит правильные вещи. Отрывок из тайного донесения Смотрителя. Вот уже больше года я живу вдали от Аббаста. Без общества братьев-смотрителей и без мудрых наставлений слепой сестры из ордена оракулов. Днями я сплю... Днями я сплю в голове... Что, блин?! Днями я сплю в голове в... В логове в голове... Блин, что со мной сегодня происходит?! Я не могу! У меня это... Ладно, в логове воров в голове... Чёрт побери! Убийц и прочего человеческого мусора. По ночам пробираюсь по самым опасным закоулкам Даунвелла. Я делю пищу с головорезами. Порой выбираюсь за стены города, на заброшенное кладбище и в древние развалины, где так часто обитают злодеи. У меня отросла борода. Я ношу потрёпанную одежду из варёной кожи. Словом, выгляжу как бандиты потл-стрит и другие мужчины и женщины, готовые природить любого ради пары монет. Мои руки по локоть в крови, это правда, но я убиваю лишь тех злодеев и еретиков, которые недостойны жить. Их смерть — справедливое возмездие. Я убиваю её для того, чтобы заслужить уважение бандитов. Мне удалось стать своим для этих жёстких людей, не погубив ни единой невинной души. Я пытаюсь завоевать доверие ассасинов по имени Дауд, подобраться к нему поближе. Из всех еретиков, практикующих чёрную магию, никто не доставляет аббатству столько хлопот, как Дауд. По слухам, он рождён ведьмой с одного из архипелагов, которую взяли в рабство пираты с островов. Говорят, когда корабль вернулся в порт, капитан был уже мёртв, а команда заправляла ведьму, в животе которой сидел маленький Дауд. В самых первых сообщениях Дауд описывался как безжалостный убийца, который расправлялся с торговцами и офицерами стражи, словно паук с мухами. Затем наступала затишье. Есть основания полагать, что он несколько лет странствовал по островам, изучая анатомию и получая оккультные знания у самых опасных учителей и мастеров запретных искусств. Не исключено, что Дауд провёл зиму в Академии натура философии. Какое-то время, пока не развелась его мания, среди его союзников числились брикморские ведьмы. Он неустанно совершенствовал тёмное искусство и, по всей видимости, вступил в сговор с чужим. Кстати, с чужим. Понятно. А сфига ли? Чужой тогда ещё и нам помогает. Почему? Это очень вещь, которую надо прояснить. В последних сводках говорится, что кожа у него смуглая, что влиятельные люди щедро платят ему за устроение врагов в Даунвилле и других крупных городах. Мало кто из живых видел его, но эти немногие рассказывают удивительные вещи. Он проходит из ниоткуда и исчезает, словно дым. Стоя на крыше, он взмахнул рукой, а благородная женщина упала с балкона, разбившись насмерть об улыжную мостовую. После того, как в Даунвилле вспыхнула чума Дауда, видели во главе группы людей. Все они одеты в тёмную кожаную одежду, маски китобоев напоминают всем самовидным рабочих скитовых факторий. Они бесконечно преданы своему ужасному вожаку, я даже думаю, что он пустил в ход тёмную магию, чтобы околдовать их слабые умы. А это случайно не та банда, которая напала на императрицу, которая её прирезала и которой нам дали звездюлей. Месяц назад одна юная особа сообщила о необычном происшествии. Она проходила через квартал портных, направляясь домой с бутылкой молока для больного брата. На тёмной улице её внимание привлекли странные звуки, доносящиеся из открытого окна. Заглянув за занавеску, девушка увидела нежилую комнату, в таких играют в азартные игры или продают дурную траву. У дальней стены девушка увидела оккультный алтарь, её смотритель часто описывал такие вещи. На коленях перед алтарем сидел человек, похожий по описанию на Дауда. Он что-то говорил, словно спорил с невидимым существом. Затем он взял с алтаря резное украшение с белой костью и тут свечи погасли, словно задутые порывом ветра. Испуганная девица осторожно отодвинулась от окна, чтобы было дух и побежала домой. Сомнений нет, Дауд слуга чужого. Он должен умереть. И мы слуга чужого теперь, и чё? Я не дам совершить ему великое зло, и в этом цель моей жизни. Пока Дауд дышит, а мир не очищен от его скверны, я буду влачить своё теперечное существование, медленно подбираясь к нему. Я не сниму это отрепье и не надену маску смотрителя, пока Дауд жив. Фрагмент письма отправлен членам банды Боттл Стрит. Хотите поболтать о Скледжеве? Каким он был в молодости, прежде чем получить свою кличку? Ха, сейчас он высоко взлетел. Но так было не всегда. Когда-то наш Скледжев был настоящим пройдохой. Как многие из нас, он вырос на улицах и не мыслил иной жизни. Ошивался с кучкой таких же оборванцев. Тащил всё, что плохо лежит, и прятался от стражников. Волосы тёмные, глаза чёрные, уже в 10 лет курил трубку. У тех, кто родился в борделе или вышел из приюта, выбор не сильно большой. Или иди в банду, или убивайся на грязной работе с утра до ночи. Разве это жизнь? Кого-то забирают на флот, другие горбатятся в рудниках пендлтонов или бойлов. А на улицах, да, там тяжело и не хватает еды. Зато там мы были свободны. Когда мы подросли и занялись серьёзными делами, Скледжев всегда стоял на стрёме, пока мы обрабатывали телегу фермера или дверь в лавку. Он всё планировал, говорил, что делил добычу. Многих это устраивало. Мы смекнули, что так лучше, больше жратвы, больше монет. Я связывался со Скледжевом, когда тот свирепел, никто не хотел. Когда он удачно провернул пару дел с Чёрной Салли, другие главари стали с ним считаться. Он уже не был уличным парнишкой. Он стал набирать вес, и это сулило неприятности. Был ещё один парень, который тоже шёл в гору. Мик Рыба. Он занимался тем, что стриг монеты с работниц фабрики. Однажды вечером мы смотрели представление в театре. Глядим, и Мик Рыба со своими мордоворотами тут же на галёрке. Сидят прямо рядом. Тут Мику взбрело в голову, а умом он не блистал. Бросить в Скледжева тяжёлую плевательницу. Попал прямо в рожу, челюсть так и хрустнула. Мы уж думали, сейчас будет заваруха. Но Скледжев кивнул на дверь, и мы все ушли под радостный гугат Мика. На утро Скледжев знаком показал, чтобы мы шли за ним. Говорить ты не мог. И мы пошли. Дошли до причала, где Скледжев купил, да, за деньги, тяжёлую цепь с крючами. Такими на кораблях ловят глубинную рыбу. Длиной больше метра. Звени толстые и акульи крючки торчат во все стороны. Скледжев намотал её на левую руку, так что она болталась у него сбоку. Как-то он прознал, где в тот день сидел Мик Рыба. Когда добрались до дома той девки, Скледжев, что есть силы, запустил в окно бутылку. Был уже полдень. Внутри поднялся переполох, крики, виски. Из окна высунулась башка Мика с выпученными оттутивными глазами. И когда он увидел Скледжева, его аж перекосило. Меня до сих пор трясёт, как вспомню. Мик выбрался из боковой двери, огромный, словно хищный буйвол, и попёр на Скледжева с тесаком в руке. Когда они сошлись, Скледжев крутанул рукой, и крюки впились в руку и плечо Мика. Тот истошно завопил, но Скледжев крепко держал цепь. Стоял там с перебитой челюстью, сжимая цепь левой рукой, а правой с ножом бешено бил Мика. С крючьями в руке Мику было несподручно драться, но всё же... Всё же мужик был чертовски здоровый, долго держался. Но потом всё же рухнул на колени. Тут мы завопили от радости, но потом замолчали. Скледжев всё бил и бил. Стояла мёртвая тишина, только Мик рыбы булькал, плача как младенец, раздавались удары Скледжева. Когда всё было окончено, дальше самое интересное. Скледжев достал записку и гвоздём приколотил её к колбу Мика. Там было написано что-то вроде «Нужна работа? Заходите на Ботл-стрит». Скледжев не мог говорить месяца два, зато слова о нём гремела вовсю. А к концу года стало быть, когда у нас уже было недурно... Эээ... Ага. К концу года стало быть, когда у нас уже было... Была не... Недурных размеров банда. Тьфу ты, блин, ну как? Хе-хе-хе. Он разосвал записочки другим главарям. Мол, на Ботл-стрит теперь своя власть. Многие главари только посмеялись, а то и побили парней вестовых. Зеленоглазая Триша вообще была без большого... Вообще без большого пальца пришла. Но, казалось, Скледжев ждал такого оборота и у него был готов план. Недели не прошло, как четверо главарей отошли в мир иной. На вид всё было чисто несчастные случаи, с кем не бывает, но все знали, что к чему. Одного застрелила стража, пока ты стоял посреди местного рынка. Второй поскользнулся и бухнулся в ледяную воду. Третьего нашли в постели со вспоротым пузом и тивианским копьём, вбитым в рот. Я так и не понял, что это значило, а Шеллу Барнсворт нашли в чане с кипящим воском. Ого! Скледжев снова разослал письма на этот раз помощника мёртвых главарей. Мол, с ними он обойдётся по справедливости, как с равными. И с письмом опять отправил зеленоглазую Триш, на этот раз никто не отказывался. Словом, Скледжев выпустил кишки главным соперникам, занялся делами, да ещё как хитро и умело уговаривал. Стил, льстил, не скупился на монеты и выпивку. Показывал, значит, каким хорошим главарем он может быть на улицах. Стало тихо, гладко. Он такой тишины, сами знаете, у городской стражи... А, такой тишины, сами знаете, у городской стражи тут же изжога. Начинается, знают, что добром это не кончится. Ищеки с королевской тайной службы зашевелились. Союз ответственных граждан, так они себя называют, предупредили всех торговцев и тех, кто любит с важным видом прогулять по улицам о Скледжеве и его напарниках. Блин, имя такое, кто тебе придумал? Должно быть, хотели понять, что ждать дальше. Но Скледжев не дурак. Нет, он подмазал кое-кого из лавочников и стражей. Сказал, что теперь он заправляет в городе и отныне всё будет в порядке. Без больших, значит, кровопролитий. Он стал настоящим боссом, подумывал заняться контрабандой, виски, устроить собачьи бои и вообще устроить дешевь, достойно его положение, если вы понимаете, о чём я. Потом пришла чума. Поначалу мы даже обрадовались. Несколько человек заболели, остальные бросились покупать зелья Соколова и Пьеро, целебные эликсиры и бальзамы духа. Так их прозвали. Скледжев тут же уловил, куда дует ветер и решил заработать на чуме. У нас в руках была старая винокурня с дистиллятором. Там мы разбавляли пойлы и продавали по дешевке. Но разбавлять эликсир Соколова было куда выгоднее. Скоро почти все обитатели трущоб заболели и наши дела пошли в гору. Но очень скоро больных стало так много, что людей хватило паника. Страх не лучший помощник в работе, это я точно знаю. А когда люди не могут работать, у них кончаются деньги на эликсир. Хоть разбавленный, хоть чистый. В общем, дела шли скверно. Когда императрицу убили, казалось, что Даунул вот-вот рухнет в бездну. Глава тайной службы Бэрус прибрал все к рукам. И скоро стражники начали применять дьявольские устройства Соколова. Стражовые вышки, толпы, зарядные поперек бульвара поставили световую стену. И тут нам пришлось туго. Но Скляджио снова нас поразил. Вместо того, чтобы нанять лодку и драпнуть в Морли, еще куда-то он остался и все уладил. Мы получаем столько же эликсира, как городская стража и еще и монеты и еду. Как-нибудь продержимся. Кроули из банды Боттл Стрит. А почему это здесь? Почему эта книга здесь? Руна туда. Кстати, может пойти забрать сразу. Так, мне нужно понять некоторые вещи. Во-первых, насчет этих амулетов мы разберемся. Да, нам туда к Хевлоку. К Хевлоку, Хевлоку, неважно. Если я здесь упаду, я разобьюсь? Потому что я хочу понять. Давайте я по-человечески попробую спуститься. Начальник тайной службы. Он писал довольно правильные вещи. Теперь мне интересно, входил ли он в ту часть заговора, которая нас подставила или нет. Если входил, то в принципе его можно понять, потому что императрица была рохлей. Она абсолютно безответственная. Давайте я сохранюсь, кстати. Давно этого не видел. Она была абсолютно безответственной и плохо относилась как к своим обязанностям, так и к воспитанию ребенка. Эта паста дерева там? Он построил из старого робота. Где адмирал Хевлоку найдет этих людей? Добрый день, Мастер Корвелл. Мастер. Я мастер. Да. Хорошо. Нет, чувак, я с тобой пока не разговариваю. Я пошел. Мне нужно кое-что забрать. Погоди. Что это за ветер такой дует? Just do it. Я заберу руну, потому что руны, насколько я понял, это важно. Их надо собирать, потому что от этого зависит моя прокачка. Или где, или что. Вот, поэтому, пожалуй, за этим я буду бегать. Я не знаю, как я потом отсюда выберусь. Ой, я могу плавать в этом говне. А где? Ага, я все понял. Все. Свой стиль игры и умения. Руны помогают бороться с противником. Преодолевая препятствия. Но им переноситься на крышу. Да, это я понял. Хорошо. Мне выбрать то, чем я буду пользоваться. Так, это у меня шестерка. Это семерка. Семерка это перенесение. Туда я не могу перенестись. Круто. В воде я тоже ничем этим пользоваться не могу. Ну, тоже суперски. По крайней мере, мы можем нырять. С амулетами надо разобраться. Да, ребят, вы правы. Сейчас я... Блин, плавать здесь мне не очень нравится, как это все выглядит, как это все организовано. Плавание, не знаю, не очень мне нравится. Так, амулеты. Умение. Ну, да, типа, можно улучшать. А, живучесть. Увеличие числа очков здоровья. А-а-а! Жажда крови. Проворство. Это пассивные. А, интересно. Вселение. Расход маны очень высокий. Позволяет некоторое время вселяться в животных. Ууу. Да, блин, я не то хотел. Амулеты. Я потом посмотрю. Надо будет за кадром, на самом деле, чтобы не тратить время, перечитать все, что там есть и потом. Защитник от осколка. Взрывная нас меньше вреда. Большие победы в поединках клинком против клинка. А, больше побед. Фехтовальщик. Это, кстати, на открытую конфронтацию идет, а не на стелс. Праздник живота. вы можете съесть белых крыс чтобы восстановить манну давайте связь бездны умение немного усиливаются кстати от неплохо теперь друг белой крысы белой крысы на вас не нападают я еще и есть могу давайте сделаем комбо можете дольше оставаться под водой ворон блин тут дофига всего убийство впадение восстанавливает немного здоровья вот это тоже хорошо быстро наш ки стрелы болты реже у вас попадают неплохо вы быстрее плаваете я как раз потому что я медленно плаваю среднее увеличение масштаба при подглядывании за мощную скважину у неплохо стекло бьется тише давайте наверное пока вот это возьму а я могу 6 амулетов надеть подглядывание в скважину значит вражеские стрелы реже попадают днр вот это дольше остаться под водой вот это да мне этого хватит хорошо 6 амулетов можно надеть я видел там эти ну можно увеличить количество одеваемых амулетов будет потом посмотреть что да как да почему пойдемте поговорим с этим перцем адмирал как бы ну вот давайте посмотрим что это первое дело я знаю что это убийство смешное дело но иногда хорошие люди должны делать плохие вещи чтобы сделать мир правильный наш purpose будет очевиден мы хотим восстановить его манжетия Продолжение следует... Да, это понятно Корво. Да, да, да. Если это будет разумно и все дела, то я его спасу, почему бы нет. Мне вот что интересно, прикиньте, такой капитан стражи, вот он честный. А почему тогда ты, капитан стражи, не набрал себе команду из честных людей, раз ты такой единственный честный? Ну, не знаю. Ладно, поехали. Тут я же все собрал. Хорошо. Хорошо, хорошо, уговорил. Давай, я зайду к Пьеру. Где? Где это, Вася? Иди сюда. Ну, поговорим об улучшениях. Я же все равно могу их купить. У меня довольно много денег. Я могу купить руны? Серьезно? Улучшения. Скучность и точность. Так, ну давай вот это возьму. Я все равно буду... А, ну это можно прокачивать бесконечно, я так понимаю. Вот это возьму. А, нет? Хорошо, хорошо. Раз ты не бесконечно, меня это устраивает. Хорошо. Позволяет эффективно отказать врага, скрестив с ним клинки, а затем оттолкнув его. Не знаю. Возможно, это будет полезная штука. Пистолет я пока не хочу качать, потому что я буду стараться проходить стелсово, насколько получится. Запас пружин, запас костяных амулетов. Вот. Запас позволяет носить на один костяной амулет больше. Всего четыре. Я же шесть надел. Да, хочу. Да. Так, увеличивает максимальный запас пули. Пули мне не надо. Есть турбалетных болтов больше. Всего двадцать. Да, хочу. Больше пружины, запас гранат. Я не знаю, что за пружины. Пружинные мины. А, покупки. Ну, давайте я еще руну куплю. Я думаю, это будет хорошее вложение средств. Итак. Значит, амулеты. Я могу еще три одеть, да? Шесть из девяти. А почему мне сказали, что я смогу надеть... Где я это видел? Что мне сказали, я могу надеть три, потом бах, я могу надеть шесть. Вот это та, взрывнаяность меньше вреда, больше. Связь с бездной. Вот это хочу. Вражеские стрелы. Вот это хочу. И вот это хочу. Все. Отлично. То есть, я так понимаю, у меня сейчас одеты девять амулетов, так? Я надеюсь, что так. Газетная статья первая. Немая видна, что большинство... Так, это я читал, уже хорошо. А вот это было? Вот это я не помню, мы слушали или нет. Так, я считаю, что я тут неплохо все обобрал. Давайте я сейчас по-быренькому осмотрюсь. Ну, тут я вроде собрал все амулеты, все... Ну, руну купил, одну руну нашел. Тут у нас арбалет. А как болты менять? Блин, я не помню. А! Я понял. Это у нас отравляющий, это у нас обычный. Есть еще воспламеняющий, и у нас есть... А, а так у нас переключается магия, я понял, все, хорошо. Винный квартал, да. Все, я считаю, что я тут все собрал, все прочитал. Закупился, заапгрейдился, руны не вложил. Да, но я еще хочу, опять же говорю, за кадром почитать, как и куда их вкладывать, и чтобы это было максимально эффективно. У нас сейчас две руны есть, пустые, я так понимаю. Хорошо. Ну, да, да, он разваливается. Да, он разваливается. Я эту крыску с кем, если ты не против? Пройти за первую стену. Как наша лодка называется? Амарант. Поговорить со старой ветошью, ее жилище. Старая ветошь, это, видимо, имя. А как отменить? Вот я не хочу, например, этим пользоваться. Я нажал, мне не надо. Как это отменить? Айт, там двое ребят сверху. Это Давид Крис. Так, а какой там кнопкой было глушить, если че? Черт. Блин, тут люди ходят. Им на меня, я не пойму. Они меня не видят, им на меня пофиг или... Я мог тебя стелсово убить, блин, сто пятьсот раз. Не, мирных, естественно, я трогать не буду. Амарант. 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 Поговорить? Молодцы. А, старая ветошь, прикинь. Я чуть не убил тебя. Мои глаза не так, как они были. Ты видел моих маленьких птиц? А, птицы должны быть горжевыми, без их грани. Здесь птиц, здесь. О, моя, моя, моя. Я думаю, что у меня есть птиц, но не так, как я использовал, не так, что хорошие. Я их слышу, и они не очень милые. Грани-раг, грани-раг, дайте нас в. А, ну, они будут уехать снова, если они знают, что это хорошо для них. Но, как раз, вот здесь ключ к двору, любовь. Вы увидите к теми рупанцам, не ли вы? М-м-м. Я сейчас с ними разберусь, тут руна где-то лежит, я хочу ее забрать. Одна из семи. М-м-м. 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 М-м. Да, 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 щас Взять чашку Взять эликсир Ага А, ты живой еще? Что, серьезно? Меня какой-то чувак убил Я думал, я их всех уже перерезал, серьезно Так, спасли и сохрани, а ну, по крайней мере, тут недалеко Сейчас Вот этого я сейчас не сообразил А, я ж не со... Урну Урну можно продать, неплохо А, они живые еще после этого Взять трофеи, взять трофеи Знаешь, что? Я к тебе их тут затащу, чтобы... Сама с трупами разберешься, я не буду на улице их оставлять Я думаю, что маленькие птицы очень грустны сегодня О, моя дорогая Я знала, что ты бы помогла мне с этими плохими девочками Мой молодец Мой молодец Слушайте Грани у вас есть подарок для тебя Я получила это от окружающихся И теперь я даю это тебе Пойте, она внизу На там ваняте Я думаю, что ты сделаешь красивую фигуру с ней Помнишь, как мы танцевали? Наши партии были даже крупнее, чем те на Бойл-Манере Все кто-то хотели прийти Где-то рядом костяной амулет Грани, 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 Взять из-за того, что ты не знаешь Грани, 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 ты не можешь, потому что... Руна Я надеюсь, что ты любишь этот маленький подарок, который я получил для тебя Это самое главное, что я могла сделать, чтобы отвергать эти лауты из-за того Она очень криповая Скледжер 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 Мы про него читали Ты можешь сделать что-то для меня Еще один маленький подарок И я даю тебе еще один подарок Еще один красивый подарок Сверхлый отверх Сверхлый отверх Ты помнишь моего доктора, дорогой? Доктор Галвани Теперь у него был человек Он имеет всяческие жирные Рат-гуты и заболевания в его лабораторе А не бы это хоро Если бы что-то из-за этого Возвращаясь в дороге Боттл-стрит-ганг Сверхлый отверхлый 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 Теперь уходи Мои бедные 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 Мои бедные бедные Так очень приличные Блин, меня покоцали Надо что-то похавать У нас есть руны Теперь у нас есть три Мы можем выучить новую какую-то обилку Или не выучить В общем, ладно Где у нас ближайшие 44, кстати, недалеко 146 далеко Стена Вот костяной амулет Мы можем, наверное, где-то на берегу вернуться подобрать Но сделаем мы это, ребятушки, в следующий раз Я думаю Я пока выбираю Какой временный формат нам оставить И судя по тому, что здесь очень много чтения Очень много информации Это интересно Я, пожалуй, буду делать серии Немножечко подлиннее Примерно так, как сегодня На этом пока все Спасибо, что были с нами Всем удачи, добра, бобра Всем молодушек Всем пока, да Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok